Здравствуйте. Приходили пятеро неизвестных лиц. Приходили пятеро неизвестных лиц, пытались четвертый раз отключить электричество. Я у них попросил документы, на каком основании, там они показали удостоверение, я говорю это не является удостоверением личности, покажите паспорта, они отказались. Возможно, я не знаю. Вот я вас вызвал, чтобы удостоверить их личность, они сразу бежали. Видеозапись все есть, канал Сургутнадзор, смотрите видео. Мы с вами уже на питомнике встречались. Их, кстати, ликвидируют, в курсе? Сейчас вот 140 собака разбежится по городу, что будете делать? Человек покусает. Ну, это отлов уже занимается. А зачем отлов? Надо просто... Давайте пройдемте. Проходите. Чай могу быть. Так я же вам не алкоголь предлагаю. Проходите. А у меня нет фамилии. Фамилии есть у моей персоны Булгак. Проходите. Да нет. Мы сейчас пойдем, сейчас входит и обследуем. Посмотрим, какие граждане. Ага. Имя, отчество, фамилия персоны. Антон Николаевич Булгаков. Дата рождения. Дата рождения персоны. Зарегистрирована по этому адресу. Персона, да. И вашей собственности, правильно? Право собственности принадлежит Булгакову Антону Николаевичу. У вас и должен сесть? Нет никаких. Более того, у меня есть чеки об оплате электричества. Сейчас, секунду. Я вчера приезжал же Мандраченко, дежурный оперативный, младший лейтенант. Я ему все это показывал, объяснение давал. Они вчера же рубанулись. Я сообщение о совершенном преступлении ему разъяснение дал. Он составил протокол, место происшествия, что отключено. И я еще вечером отправил сообщение о совершенном преступлении. Номер КОСП вчерашний есть. Звонил 102. Все сообщил. Как положено. Так, а где бумаги? А я вам верю. Что? Я вам верю. Я вам верю, чтобы вы оплачивали. Я вам верю, чтобы вы оплачивали. Так верю-то верю. Верят тому, что проверено, правильно? Должны быть бумаги. Не просто так же пришел. Участкова получается данные чеки я показывал даже? Конечно. Слушай, он их сфотографировал, обещал приобщить к разъяснению. Но они все равно сидят. Да. Они в курсе, у них это в этих, в их питанцах все. А вы все даете? Можете сфотографировать? Участкова, если имеется, да. Да. Он сфотографировал. Так, во сколько они пошли приблизительно? Два чека, вы смотрите, тут последняя оплата была... Нет, нет, гражданам. 4 июня. То есть за свет все проплачено? Нет, граждане, которые пытались... Полчаса назад. Они как в форме на углу... Гражданка. Нет, один был якобы электрик в этой... В РОБе. Это все есть в этих вчерашних разъяснениях, все подробности. То есть те же, получается, которые вчера пришли? Да, да, да. Они еще два раза приходили до этого, в феврале. А как они не представлялись? А? Не говорили, что они здесь? Матюшенко назвал, показал удостоверение. Нет, вот эти вот граждане... Вот из них, да. Матюшенко? Вот сейчас, в данный момент, полчаса назад, удостоверение показал только Матюшенко, Григорий Александрович. Без паспорта. То есть почему я вас и вызвал, а не паспорт мне, отказывались показывать. Я откуда знаю, кто это? Нарисовали себе удостоверение. И документов нет никаких. Ну, вообще ничего. Ни приказа, ни наряды, акты не выдают, какие-то бумажки там сами между собой подписываются. Так вот, в том-то и вопрос. Это все признаки статьи 205 УК РФ. Устрашение населения. Террористический акт. А там четко написано, в том числе устройство аварий на объектах жизни и обеспечения. В скобках электричества. У вас номер телефона, который у меня 963, это не ваш? Диктовали. Запишите новый. 667744. 667744, да? Сотовый. Сейчас по 10. И показал удостоверение Шуневич Дмитрий Викторович. Все они на видео есть. Все сами представляются. Со слов. Дмитрий Викторович? Да, Дмитрий Викторович. У вас какая-то управляющая компания? О, КДСВЖР. Можете показать, как они выглядят? А, на видео? Так. Ну, давайте здесь покажу. А, я вам сегодняшнее видео покажу. Сегодняшнее видео еще нету, но вот оно у меня загружено, скоро будет монтаж. Так, вот это, по-моему. Вот это что, не Вич? Рыжий. Квардер рыжий? Угу. Видите, что-то зафиксирует. Когда будем фиксировать, тогда вы видите. Меня будете уведомлять. О чем? О фиксации? О фиксации? Какой еще странный человек. Так, вот это Матюшенко. Он здесь все свои скрывает, но вы все знают. Григорий Александрович. Номер машины есть, на котором передвигался. И вчера и сегодня. Тойота черная. Сейчас вчерашнее видео открою, там номер есть. Статья 1 и статья 10 ГК РФ, обязывает всех действовать безумно и добросовестно. Безумно и добросовестно. Ну, сейчас скажу. А это кто? А это директор ЖУ-2. Реу-2, по-моему. Он сел в серый автомобиль вот такой. Лада, не знаю, какая это. Сейчас, сейчас. Желем неизвестно кто. Вот такой автомобиль. Это Грант. Грант, да. Номер В-135 СТ. 186? Не знаю, не рассмотрю. Сейчас пойдем, следуем подъезд и дворовую территорию посмотрим. Подождите, самое главное. И зачинем эти ладовцы по совести, по зову сердец, во светлой радости. Ладу, ладу, жена, ладу. Работа. Вот, иск я на них подал в суд. Там сырья Бурлусский, так называемый в кавычках, он всячески препятствует. То есть, они вынесли решение, что не удовлетворить мой иск по незаконному отключению еще в феврале. Я подал апелляцию. Апелляционную жалобу оставили без движения. Частную жалобу на это определение тоже без движения. И еще одну частную жалобу подал. Короче, Бурлусский постоянно вставляет колеса. Здесь все правовые основания, что я действую чисто добросовестно и разумно. Все законы, все здесь расписано. Все основания, что я готов платить. Я хочу платить. Но я хочу платить надлежащему лицу, который уполномочен. А единственное законное основание для уплаты – это решение собственников. Решения собственников нет. Все, что они представляли в суд, там они три решения представляли. Там нет ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни одного собственника. И подписи его нет. То есть они действуют незаконно. Это 99% ЖКХ в нашей стране. Все об этом знают. Но играет цирк, что это все законно. И вот так убегают, отключают. А полицию вызываешь, когда начинаешь правовые аспекты поднимать. Они убегают. Пожалуйста, почитайте, ознакомьтесь. Мне отдаёте? Да, я распечатал специально, чтобы выгодно. В случае приезда полиции. То есть мне можно забыть? Да, пожалуйста. Спасибо. Сейчас поедем, посмотрим. Пожалуйста, приезжайте. Угостим чай. Ладно, все готово. Давайте откроем. Здравствуйте. Прошу, пожалуйста. Это дежурный страшный лейтенант полиции. Стэтьюк. Как? Стэтьюк. А, стэтьюк. О, давайте, проходите. Возьмите, что ли? Конечно, проходите, пожалуйста. Можно, да? Да. Угнаем. Хорошо, на кухню проходите. Это персона. Можете не разводиться? Подойдите, я разводюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Оперативная дежурная, старший лейтенант полиции. Присаживайте, пожалуйста. Можно ваш паспорт, пожалуйста? У вас такой военник есть. Ну, либо военник, либо паспорт, либо водительское удостоверение. Виктор как? Владимирович? Да. Будьте добры, удостоверение. Придите, пожалуйста. Так, стэтьюк. Виктор Владимирович. Пожалуйста, удостоверение не надо. Вырежу. Хорошо. Не вопрос. Действует до 31 июля 2025 года. 811-275-Б. Маску приспустите, пожалуйста. Хочу удостовериться. Вместе с фото. Не снимайте, пожалуйста. Вместе с фото, пожалуйста. Не снимайте, я вам еще раз говорю. Антон Николаевич. А, я у себя дома, имею право. Ага, благодарствую. Это же вы меня в психушку возили? Нет. Как нет? Отказываетесь, что ли? Так, вы, подожди, персона Антона Николаевича. Я сейчас поговорю, пожалуйста, с Константином Валентиновичем. Да. Всяньте, пожалуйста. Да, я поставлю. Так, мне нужно пару вопросов, будем задать. Что произошло? Вы сделали сообщение в джурную часть? Не знаю. Что случилось? Да вот, поднялся в подъезд. Зашел. Вы здесь проживаете? Нет. И увидел такую картину. Данные можете сказать? Кого? Ну, своего знакомого. Знакомого вы же знаете. Персона Антона Николаевича. Да какая персона? Ну, я вас записываю. Которая проживает по адресу. Персона – это паспорт. Вот персона. А я живой мужчина. Не видно, что ли? Очевидные вещи. Видео есть. Смотреть вы знаете где. Сургут надзор. Смотрели же видео? Да. Ну. Подтверждающих их личность, должность и полномочия. То, что удостоверение там какое-то не показали, оно не подтверждает. Палхаск на работу. Вообще рисунок. Так, и что потом получается? Напишите, напишите. Удостоверяющих их личность, не предоставили, запятая. Удостоверяющих. Это важный момент. Удостоверяющих их личность, должность и полномочия. При этом я позвонил в полицию, да? Я им сначала сказал, сейчас будем тогда вызывать в полицию. Они сказали, вызывайте. И что, ушли? И они убежали потом. Стоп, стоп, стоп. Там еще много чего надо. Отдохнулся до прибытия стройников полиции. Нет, не все. Из видео тебе стало известно, что Матюшенко сел в автомобиль. А, да. Матюшенко. Так, было известно, что там вы сказали? Из видео стало известно, что Матюшенко ГА. Матюшенко Григорий Александрович. Один из них, да? Один из них. Предположительно, Матюшенко Григорий Александрович. Что, что, что? А еще дописать. Почти. Требую организовать проведение проверки в порядке УПК 144-145. Да, давайте допишем. Что? В действиях всех пяти лиц усматриваются признаки подготовки и попытки совершения. Незаконного включения. Составов преступлений. Что? Уставов преступлений. Вов. А, преступлений. Предусмотрены. Угу. Ну и вот 301 статья. Переписывайте. Ну все, вас в любом случае уведомим. Не, не, пишите, пишите. Еще много писать? Виктор Владимирович. Давайте, давайте. Как по психушкам возить, так у вас есть время. А как писать сообщение о совершенном преступлении, начинаются какие-то халявы. Давайте я пишу. Вот. И на адрес электронной почты. Про возбуждение уголовного дела будешь писать? Да, конечно же, без предела происходит. Вот седьмой пункт переписывать. Было возбуждено уголовное дело, публичное обвинение. Это что такое? Это? Это мое сообщение о совершенном преступлении вчерашнем. Вчера они приходили, сегодня приходили. Вчера отключили, а сегодня это не удалась попытка. То есть умысел стопроцентный у них. Состав преступлений есть. Так. Я так считаю. Седьмой пункт полностью переписывайте. А как кто возбудил? Было возбуждено. Ну, пишите. Я хочу, чтобы было возбуждено. Смотрите. Тут то, что мы сейчас укажем. То, что ранее было сообщено. Не-не-не, Виктор Владимирович. Со слов пишите все. Так он говорит. Давайте говорит. Ты же так говоришь? Ну. Ну вот. Что? Как я сказал, так он и говорит. Давайте говорить. Я хочу, чтобы было. Мы же одинаковые мысли. Так, сиди с чем. Я требую. Не требую. Виктор Владимирович. Перепишите. Прошу, да? Я хочу. Ага. Ага. А слово требую ты говорил? Угу. Я хочу. Вычеркните, пожалуйста, слово требую. Хорошо. А зачем вы скобки включили? Ничего страшного. Я вычеркнул. Это слово бы не было произнесено. Хорошо, вычеркнул. Вот так. Благодарство. Угу. Я хочу, чтобы было. Угу. Это принципиально. Угу. Это воля. Давайте говорить. Живой мужчина. Так, чтобы было. Возбуждено уголовное дело. Публичное обвинение. Обвинение. Не знаете, как пишется? Да нет, я просто смотрю, что будет. Обвинение, да? Что дальше? Публичное обвинение. Угу. В скобках согласно статье 20. Так, в скобках, да? Угу. Личности которых. Личности. Легко установить. Легко. Установить. Угу. По видео. Видео. Размещенном в сети интернет. Так, видео размещенном. В сети интернет. Размещенном. Угу. В сети интернет. Угу. На ютуб канале. Угу. Сургуднадзор. Вместе пишется. Угу. 2. Сургуднадзор 2. Цифра 2. Угу. Под названием. Угу. Кавычки открывается. ЖКХ террор. ЖКХ. Террор. Да как там? Большими, да? ЖКХ террор. Без разницы. Наберете он вам покажет. Террор. Угу. 3. 3. 3, да. Точка. 23 июня 2021 года. 23 июня. 2021 года. Угу. Все. В принципе, все. Это что? Ты прочитай сначала. Так ли он написал? А, зачитать я не понимаю почерпку. Ну, как бы тут должны сами прочитать. Ну, хорошо. После данных мне вопросов поясняю следующее. Что 24 июня 2021 года около 10 часов 10 минут пришел к своему знакомому, который проживает по адресу город Сургут, проспект Носомольский, 21, квартира 16. Когда поднялся на 4 этаж, то на лестничной площадке увидел незнакомых мне людей, которые были одеты все в гражданскую одежду. Их было 5 человек. При этом их данных я не знаю. Мне данные граждане показались подозрительными, в ходе чего они также пытались попасть в электрощиток. Далее я попросил у них, чтобы они сказали, кто они и что здесь делают. На что данные граждане на мои вопросы ничего не ответили. Начали себя вести агрессивно. И ни один документ не предоставили, удостоверяющий их личность, должность и полномочия. В связи с чем я позвонил в полицию и сообщил о данном факте. При этом данные граждане до прибытия сотрудников полиции ушли. Также мне после было известно, что один из данных граждан был гражданин Матюшенко Григорий Александрович, который, выйдя на улицу, сел в черный автомобиль, госномер А918РН-186 марки Камри и уехал в неизвестном направлении. Требую провести проверку в соответствии с статьей 144-145 ОПК РФ. В действиях всех пяти лиц усматривается подготовка и попытки совершения преступления составов, предусмотренных статьей 285-286-330. Можно пропустить. Так, о принятом решении, так, прошу уведомить о принятом решении установленный в законе срок по номеру телефона, указанному выше и на электронный адрес почты такой-то. В связи с чем я хочу, чтобы было возбуждено уголовное дело публичного обвинения согласно статье 20-146 ОПК РФ в отношении всех пяти лиц, личности которых легко установить по видео, размещенному в сети интернет на YouTube-канале «Сургутнадзор-2» под названием «ЖКХ-террор-3» 23.06.2021 года. Статья 19 УК РФ по признакам составов преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Российской Федерации. Такое объемное объяснение. Держите. Что-то разве объемное? Я могу и на 20 премьерс написать. Просто во время не галко. Согласен. Согласен, Антон Николаевич. Не обращайтесь ко мне так. Вы же знаете. Извините. Можете по имени обращаться, Антон. Хорошо. Просто я давно с вами уже не общался. Ну, давно-недавно. А я на всю жизнь запомнил. Четвертый раз, когда я психушку сдаю необоснованно. Ну, вас не сдавали. Не сдавали? Нет. А у меня есть информация изнутри, что у меня конкретно привезли сдать психушку. Нет, провести... Вы же вообще вначале заявили, что не помните, что у меня сдавали психушку. Нет, я просто знаю тот случай. Знаете или участвовали? Слышал. Слышали? То есть вас там не было? Вы меня возили в психушку? Нет. Нет? Откуда вы знаете подробности? Ну, потому что мы же с системой. Так, смотрите, здесь с моих слов зависим и верно, мы отчитаем. Правильно, телефоны изъяли. Народ-то вас видел, народ-то знает все. А творец тем более все знает. Рано или поздно обратно... Кто знает? Кто? Кто знает? Творец. Народ и творец. Народ все видел, а творец и так все знает. Ему не надо ничего показывать. Ни на видео, ни на ауди. Рано или поздно он это будет в своей правосудии вершить. Потому что я человек верующий, я в это верю. Я знаю, у меня множество подтверждений этого. Я не собираюсь ничего делать. На все воли торсам. А вы здесь проживаете, да? Прописан? Прописана персона. Благорик Антон Николаевич. Вас не удивляет тот факт, что они все убежали? Как только мы полицию вызовем. Вот если их действия законные, что они убежали? Ну, наверное, у них, если они действительно работники ЖЭО, или кто там производит проверку. Что взяли, что они хотели провести проверку? Ну, я же не знаю. Ну, мы установим, проведем проверку. Установим. Просто у меня случаи такие были, что я выезжал уже на такие сообщения, что людям свет отключают за неуплату. Все оплачено. 24-я, но это 6-я. 2021. За электричество. И они об этом прекрасно знают. 24-го. Данные чеки приложены к вчерашнему разъяснению. Так, сфотографируйте. Да, Виктор Владимирович, я думал, вы хоть когда-то начнете по-честному жить. Все, спасибо, до свидания. Выпустите меня. Видишь, как пошел в обратно, переобулся. Не возил он меня туда? Откуда тогда я? Фи его знает. Он мне там те пушки до сирени показывал. Да я помню, а он тут приезжал. Да? До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...